где-то здесь как ай 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 как же так как же так валя ух там разбушевалась ты смотри как разбушевалась то по-моему колючка здорово чуваки оружие убрал да ладно я мимо прохожу пацаны выручайте пацаны да хорош тоже умер как ты можешь разговаривать с той стороны что ли вот так вот по перилам а ай 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 бляха полки не залезть я не успел я только подошел уже уже убрали все вы уже убили все чё так быстро то я не успел подойти даже вы чё народ попростите попростите меня простите я же хотел я же бежал с добрыми намерения же бежал помочь проходи не задерживайся проходи не задерживайся и не задерживайся ну журы ё-моё я пришел поздороваться жорчет всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и этот день чернобыля продолжаем мы с вами короче проходить вот начинаем как обычно с песенок с музыки вот у костра и т.д. и т.п. и так мы с вами короче в прошлой серии прошлой серии мы с вами захватили армейский блокпост это вот недалеко отсюда где-то по моему он в той в той в той стороне короче вот очистили немножко путь на большую землю это так как бы принципе занята побежали в принципе как бы это не задание было это так уже ради интереса за пошли итак сегодня по плану у нас отправится отправиться в бар отправиться в бар 100 рентген скорее всего скорее всего так подойдет здесь смотри что ты ничего ну пойдем а также собирать короче по пути тайники вот и к бару 100 рентген мы наверно придем уже скорее всего следующий наверно серии только туда придем потому что смотрите тайников здесь новых но вот появилась у нас здесь только штуки штуки 4 короче здесь на свалке на свалке нет ничего вот здесь у нас смотри тайник еще появился но я не знаю стоит ли заходить сюда вот но в любом случае мы туда пойдем потому что у нас там свой тайник недалеко от этого здания находится вот хотя хотя наверно надо будет до зайти потому что у меня же пистолет патроны пистолета кончились надо будет взять пистолет хотя я не помню где его вообще оставил но по пути короче будем смотреть заглядывать и свои тайники вот как то так как то так комментах вы короче писали что что в баре есть короче у долга свой торговец у него есть всякие ништяки короче там стоит заглянуть проверить короче ему сможем ли мы с ним торговать потому что есть такой вариант что пока мы не вступим в долг с ним нельзя будет торговать то так но если нельзя то нельзя общим голосованием короче решили что будем одиночкой никуда вступать не будем вот как то так ну и я так и не понял как короче открывать документы которые мы взяли у армейцев короче вот как посмотреть возможно это пригодится не знаю для кого там следующего спецзадания или что-то еще хотя не знаем посмотрим короче посмотрим вот так что еще хотелось бы у нас там появилась короче данные какие-то справка вот мы хотели почитать с вами военные сталкеры общества солдаты прошедшие после опыта службы в зоне специальную подготовку или сталкеры подписавшие подписавшие контракт с армией обычно снабжаются большим количеством вспомогательной аппаратуры и хорошо вооружены в основном используется для изучения причин и последствий катастрофы а также занимается картографирование зоны могут ходить как по одиночке так и группами до пяти человек обычно сталкеров к себе не подпускают сразу же открывает огонь так погоди надо короче наверное здесь почитать потому что блин там болтает короче он мешает и так справка что у нас дальше локация вот две локации темная долина здесь всегда мрачный туман а часто идет дождь в темной долине можно разжиться неплохими артефактами а можно и быстро быстро распрощаться жизнью здесь много матерых сталкеров они пришли сюда за ценными артефактами есть и бандиты можно поискать вход в расположенную где-то здесь подземную лабораторию только оттуда никто не возвращался и что такое там прячется никому как следует неизвестно скорее всего в темной долине мы не были и скорее всего идет речь о вот этой лаборатории x18 да или какая там вот армейская база заброшенная армейская база рядом со разваливающейся деревеньки небольшим болотцем деревенька место довольно жуткая мутантами так и кишит одним одним одних кровососов поди сосчитай сюда редко сталкеры суются чаще обходят десятой дорогой а на территории военной базы анархисты из группировки свобода обосновались если дальше в зону от базы идти попадешь прямо к выжигателю мозгов он путь припяти и чс наглухо перекрывает какие там мы по уходу тоже по ходу тоже не были еще вот животные мутанты что у нас полтергейст какой-то ого ни хрена себе вот это оружие поистине естественные невидимые существа встречающиеся только в глубине зоны обретают как правило внутри полуразрушенных зданий о происхождении чего достоверно неизвестно вот уют легенда что это духи сталкеров попавших под мощный выброс механизм проявления этих невидимых действительно соответствует легенда полтергейсте откуда и название и отличается разнообразием от периодического воя и смеха до появляющихся из ниоткуда опасных огненных шаров сожалению все сведения об этом явлении черпаются из невнятных и довольно противоречивых рассказов правдивость которых вызывает сомнения наверно жесткий же жесткая тварь наверное вот не хотелось бы мне с ней встретиться но я думаю на все равно придется так аномалии холодец вот такую мы видели образование не ясно и до конца природы при контакте с телом наносит травмы сходные с эффектом воздействия сильной кислоты образуют три вида артефактов слизь слезянка и слюду ну я тоже он называется холодец но я почему-то сразу подумал то что это кислота какая-то вот когда мы увидели в катакомбах и и жгучий пух такого я не видел аномально видоизменившийся растительность при быстро приближение живого существа выбрасывает облачко частиц которые в случае контакта с открытой или слабо защищенной кожей серьезно травмирует последнюю на медленно движущиеся объекты не реагирует образует три вида артефактов возможно это семена колючку кристальную колючку и морского ежа морской и морской еж по моему у нас был так артефакты вспышка электро изредка порождает этот артефакт сталкеры используют его с большой охотой из-за его неплохих качеств неплохая цена и приятный внешний вид делают его интересный для коллекционеров надо запомнить вспышка окей бенгальский огонь кстати у нас по-моему был такой находится около аномалии типа электро довольно распространенный и недорогой артефакт тем не менее ценится среди исследователей зоны за его свойства окей капля тоже по-моему была такая да формируется аномалии жарко при высоких температурах внешне выглядит как почерневшие колевидное образование с глянцев поверхностью покрытая трещинами вроде как бы было такое так а история зоны 2010 2010 2011 год по следам отчаянных одиночек чек-сталкеров широкомасштабное изучение зоны опять берутся научные экспедиции однако внутри охраняемого армии периметра уже имеется множество не учтенных лиц вплоть до браконьеров и бандитов в основной с в основной своей массе сталкеры путешествуют по зоне в поисках разнообразных аномальных образований так называемых артефактов за который нередко выручают неплохие деньги понятно ну в принципе все вот мы почитали да ну сколько мы тут минут 8 наверно значит убили мы на это все она про все вот кому это не интересно можете перемотать вот но все таки как бы я думаю лор и ну как бы историю то вся трибы мира она все таки будет интересно вот по крайней мере мне интересно как бы почитать это посмотреть вот так окей отправляемся с вами вот сюда недалеко от лагеря новичков сгинул какой-то сталкер надо посмотреть что он нес кто их вообще сюда пропускает окей он туда получается через дорогу через дорогу что у нас короче по оружием здесь оружие достать отстань так у нас патрончики есть да все все я ушел так окей отправляемся надо наверно точку поставить так выкрасить военный документ отнести а ну все есть до один день у нас есть завернуться за награды не знаю успеем или не успеем ничего обещать не могу ну вот давайте посмотрим так там кабаны кабаны но они по-моему другой стране как немножко и аномалию вижу да ни одну да ни одну аномальку пока ты где-то хрюкает да где-то здесь коры ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй как же так как же так падла так надо как-то обходить стороной у нас еще одна здесь аномалия ух там разбушевалась ты смотри как разбушевалась то окей так труп сталкера говорит вот не засосет меня так окей понятно здесь обрез двухстволки и патроны так давай ка наверно она в хорошем состоянии в принципе а у меня уже такое себе состояние так что берем короче и вот так сделаем вот так это поинтереснее будет потому что она по 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 качественней ну в плане того что она цельная так окей отправляемся дальше здесь на мосту вагон над мостом во время перри группировки спрятал боеприпос в вагоне не забыть мышь какой-то там брали уже помните да какой-то тайник там брали уже уже было но там была по моему колючка дарова чуваки оружие убрал да ладно я мимо прохожу так у ки на карте у нас показывала где а это наверно это наверно свои окей чё хотел сказать забыл чё хотел сказать а ну типа на карте короче показано вот эти вот количество людей эээ не только враги получается но и свои так наверху в вагоне говорит но получается нужно стволы доставайте пацаны бляха бандиты ну ладно разберем сейчас с ними сейчас мы с вами разберемся в смысле это откуда стреляют откуда где-то рядом а вот вижу свою мать твою 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 мать говнюк их двое по-моему откуда-то оттуда стрелял один так ладно бляха но бляха но с этого ружья короче надо его перезарядить чем быстро наверное ай-яй-яй-яй-яй быстро быстро ай-яй-яй откуда 2 усунулся усунулся мать его граната неохота тратить короче там на парочку этих в орешку в орешку бляха такое ощущение где-то здесь сзади болтает короче готов хорошо минус 1 а я этого ранил все их двое было к бою пацаны выручайте пацаны да хорош тоже умер как ты можешь разговаривать так ладно так это сюда это туда все отлично отлично патрончики взял чуть не появилась нет окей полезли короче за вагон ну на вагон за боеприпасами там по идее как написано было там боеприпасы должны быть они этот они артефакты так окей вагон здесь поляха туда не залезть или наверно о его и плоти набежала плоти там набежала ай-яй-яй-яй аккуратно аккуратно спокойно так тихо тихо спокойно аккуратно так пролез а в смысле это вот этот вагон и есть получается что ли а как мне туда залезть на него да ладно ай-яй-яй ай-яй-яй-яй сейчас упаду сейчас упаду окей нет не упаду не дождетесь погоди как мне туда залезть с той стороны что ли у так вот по перилам мать твою жесть загружаться я не буду упал так упал так как то ну я не могу залезть на этот надо чё-то либо чё-то пододвинуть слишком высоко нет присядку никогда яха хорошо догадил тогда наверно так скорее всего вот бляха не залезть хреново что он не ползает а так не не залезть если только как тут здесь вот так упасть бы ай-яй-яй-яй потрачу пока буду залазить она пока не сохраняюсь если уже почувствуем что я до хрена всего потратил то тогда уже загрузимся так наверно как-то пять да ёпта упал теперь не залезть жесть подойдет загрузится загрузимся упал паупа и попробовать вот так с этой стороны ай-яй ай-яй и как и как мне взять как-то сверху на вагон и уже там потом да нет там нет никаких дырок получит вот этот вот этот вагон получается в вагоне ли на вагоне не мне кажется тут как-то но на вагон хорошо на вагоне попал мне надо в вагон погоди а если сделать как-то а по отлично а хорошо труба труба о неплохо в принципе как бы учение она оправдывает неплохо хорошо неплохо так где у нас еще у нас есть еще вот здесь это что наказывает труба обнаружил инвентарь в трубе недалеко от фермы вот галпт вахта закончится обязательно вернусь окей это тайник у нас военных получается там должно быть что-то интересное по-любому что плоти разбегалась да то собак немерено тут у теперь уже плоти дофига бегает так хочу мне по инвентарю у меня перевеса нет а здорово здорово чувак как она как сам я труба 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 это мертвая плоть это мертвая плоть так ах ты я убежал смотри кабан но это не темный кабан этот нормальный как бы он убивается быстро так лапку кабана заберу он еще один плоть кабаны плоть по 3 быстрый 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 перезаряжай хорошо еще лапка кабана можно супчик сварить кстати из кабаник лапа пировали здесь так ухту смотри нападает нападает плоть ухту какой-то своей тут размахалась окей так где-то здесь у нас труд а не трупа труба бляха но смотри он какой-то улучшенный да эту куртку сняли с труппа одного из сталкеров умерших в аномалии кисель пролежав долгое время в аномалии куртка обрела свойство ускорять метаболизм ускорять метаболизм это типа она короче регенерирует что ли ну блин я не знаю не буду я набрать у меня меня поинтереснее все равно наемник кабинезон братья не буду так надо короче я нет я ее возьму короче сейчас донесу до своего тайника это в тайник короче спрячу ее возможно продам потом а уберу я чтобы не сбиваться где я брал тайники где не брал так вышка на кп а вот там там мой тайник вышка на кбп так но плоть я не буду трогать потому что если ты ее не трогаешь она тебя не трогает как бы принципе ну если голодная как было написано да то она может и напасть но это редкость так перезарядить 211 патрон в стволе пистолет я вот не помню я здесь вот на вышке и вас тук 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 пистолет я вот не помню я на вышке оставил или там где агропром если здесь на вышке то пока в агропром наверно скорее всего не пойдем а это катапёстом хорошо так что там по стрелухи какие-то или это он там где-то тут как бы эти были свои а нет парин с кем-то воюют с бандюгами с бандюганами наверно да народ ты чё кто здесь нападает на вас дом тут собаки что ли собаки окей да бляха зажал меня тут в дверях о какашка так ну ладно посмотрим это мой тайник это мой тайник да и пистолет он здесь получается у меня так а ну у меня 40 патронов для моего пистолета который у меня сейчас поэтому смысл короче мне брать этот пистолет не буду наверное брать вот я возьму заберу а хотя у меня всего хватает 5-7 аптечку вот выложу только так ну и вот этот комбинезон остальное в принципе чё так ладно ну ладно этот тайник пускай светится будем ну знаем что это мой тайник пускай он светится идем пистолета валяются переходим на свалку вот там на свалке в принципе вроде никаких тайников нет да там только вот этот который замануха в котором ничего нет уничтожить лагерь бандитов на свалке так я сколько его можно уничтожать сколько его можно уничтожать последнее время бандит развелось что грязи честно мне торговать мешают а это это сидоровича получается задание один день осталось ну блин это опять если я сейчас короче там завалю всех мне опять к сидоровичу надо будет идти вот так туда-сюда будет бегать я так предполагаю так ладно пропустим пропустим пока это задание вот мимо пройдем пойдем короче в бар в принципе как бы наверное скорее всего мы с вами дойдем за сегодня в марк там не делать пока нечего как бы двигаемся короче в бар бляха а все равно придется их убивать нарвался на них ладно ща мы ща мы с ними разберемся быстро не нельзя так на скидку нельзя патроны тратить их трое готов двое так один остался окей собаки еще там мешают да что так дергает меня окей вернуться за награда это наверное скорее всего да к сидоровичу смотри я тебе говорю но я же говорю к сидоровичу ладно пока не будем возвращаться пропадет так пропадет задание ну что ж ухты ни хрена что ж поделаешь попадет пропадет так пропадет да да у нас еще возле поста долговцев есть короче этот тоже наш схрон заглянем посмотрим что там есть я уже не помню что там оставил если там то что можно продать заберем с собой короче и там в баре продадим там тоже есть торговец там в самом самом баре вроде говорили есть торговец ну помимо долговского не можно будет поторговать к которому вот мне надо документы отнести все хорошо так меняем оружие погнали и кандюха им веселее кондюха им к бару как трое отдыхаем отдыхаем сильно не засиживаемся пожрать сильно не засиживаемся потому что потому что бандиты не дремлют ухты это уже интересненько долг просит о помощи интересно ухты ни хрена там ты смотри ты видал ты видал сколько там в кабанях кабанях ну и слабак ты меченый пользы от тебя ноль так что и благодарности от нас ты не дождешься а я не успел я только подошел уже уже убрали все вы уже убили все что так быстро то я не успел подойти даже вы чё народ попростите попростите меня простите я же хотел я же бежал с добрыми намерения же бежал помочь пока зону не сделаем не уйдем отсюда право у нас такого нет не дай бог не эх ладно дерьмова ситую винов паримся под ноги ладно чё нет так нет а у нас здесь этот антира 1 короче ну ладно тогда выложим сюда еще то что нам не нужно так 5 5 продать можно чё доброго дня веня врач окей венька врач что можешь нового рассказать интересного последние две зверьё целыми стаями из тёмной долины попёрло непонятно что их оттуда гонит но только ломится как от пожара а в восточном секторе мутантов развелось что клопов только отстреливать успеваем вот такие новости окей и можно что то продать держи короче лапку кабана а еще одно как у ли в принципе как у ли ладно собирай не на нпс недостаточно я думал можно продать ладно забирай забирай журнал вот как вернемся окей кто жив останется окей ладно идем короче сталкер вали отсюда мы кого попало не пропускаем у меня задание сталкер вали отсюда стой сталкер дальше тебе нельзя почему дальше находится наша территория база группировки долг и мы очень придирчиво выбираем тех кого пускаем к себе домой если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству мы тебя не пропустим так мне надо пройти у меня дело к бармену да бармен сообщила нам о тебе ты можешь пройти будешь у бармена передай привет от меня да не забудь в проходе много аномалий будь осторожен окей так что можешь а этот у нас то же самое все так окей друзья новая локация в которой мы еще не были уже интересно да уже интересно прям да а здесь можно что-то взять здесь открыто закрыто вагончик закрыт ток стоп а чё у меня там значок показан короче вот это что прапор а а что а что с прапором что у меня за задание с прапором уничтожить узнать о судьбе призрака нет это у нас бар так бар это бар а а почему а чё с прапором а понятно передать привет вам тут типа тоже считается как задание такое окей ладно допустим так аномалий про аномалий он сказал что здесь до хрена аномалий и и если до хрена с одной стороны хорошо когда до хрена аномалий может быть много этих артефакт но с другой стороны блин опасно опасно очень псина с псиной бегают леха люблю когда наш новые локации прям интересно прям ух завораживает здание похоже на школу знаешь где я живу короче на нашу школу на нашу школу похоже а там вечер там ничего нет нифига там живности просто ты смотри охренеть ох ты нифига какая резко это а но просто заж boundaries одежitating так не а а ладно ладно здесь опасно находиться собак здесь как не резко стрел отстрел нахер какие-то собаки альбиноса стреляет вот почему он сразу не стреляет и не понимаю после перезарядки приходится разу не знаю по три нажать на выстрел листочек листочек там лежит так все отлично колья да так просто оборонительная система такая ой кровище ой кровище так ну нет я думаю здесь можно убрать оружие кладбище там повешенных смотрит целая куча ничего нет а в здание в этом можно зайти кровище кровище прям как в ужастиках ты на территории долго не провоцируй останешься жив ладно я спокоен я не буду никого провоцировать ничего я буду спокоен смотри бункер здесь можно кстати тайничок сделать запомним надо свои тайники делать короче знаешь таких вот местах где легко запомнить здорово проходи не задерживайся что уставился только что обеспечил арену свежим обеспечили арену свежим мясом народ развлечения а нам и заработать процент на ставках не грех сталкер мы опять же лишний раз докажем что док не просто языком болтает а реально делает дело на забери сержант киценко смотри какой дерзкий тип проходи не задерживайся так при заставе была какая-то бойня что случилось это останки от прошлой волны мутантов которая прошла перед выбросом дня три-четыре затишье а затем опять будет волна если бы не мы не барыни и долго уже бы не было бы мы последний заслон обезу от обезумевших стаи мутантов много наших тут полегло я бы хотел кое-что узнать что ты хочешь узнать я тут впервые может немного можешь мне немного рассказать об этом месте до аварии в восемьдесят шестом это была промышленная зона теперь как понимаешь остались только разваленные останки возле ангара подвале найдешь бар 100 рентген там собираются сталкеры со всей зоны местный торговец работает барменом содержит так сказать помещение идти туда если хоть иди туда если хочешь поторговать пообщаться или интересные задания получить еще и новости последние узнаешь есть еще арена где можно сразиться с мутантами денег заработать далеко от арены находится база группировки долг если хочешь попробовать вступить долг то тебе прямо туда там расскажут кому обратиться вся эта территория находится под защитой долга поэтому веди себя аккуратно зря оружием не махай а будешь стрелять наш патруль тебя в раз успокоит так бар мне нужен бар если так 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 подвале за ангаром я тебе отмечу на карте спасибо так ты сказал здесь база долг ничего на карте хорошо пускай мне поотмечивать на карте и арену тоже как выйдешь из ангара с пробитой крыши сразу выйдешь к ней не тебе отмечу на карте окей спасибо за инфу так мне нужна работа есть что на примете есть кое-что зачистить логово собак так окей ладно давай ка пока не интересно пока до встречи запомним что у сержанта есть задание можно подзаработать так ладно этих трогать не будем я думаю они путного ничего не скажут вам двигаемся дальше в принципе они гостеприим такие так сказать гостеприимные да люди как бы в принципе ты не быкуешь они тебя не трогают здорово здрасте воробей слышал говорят будто зона растет я думаю правда сам почти у самого периметра такое страхолюдное зверьё видал кто раньше только ближе к центру встретить можно было херовато дела а ну да ну да да было бы прикольно так территория долгая примещение применение оружия в пределах лагеря запрещено нарушитель за ждет расстрел своих долбанных мостах на нашем горбу в рай езжай его пить как охота короче здесь промышленная зона зала касается так то сказал настроение хуже не бывает хоккей иди своей дорогой ставлю найду иду не трогай меня чуть не усварят там от другой он такой автомат видели да у меня в тайничке тому там так арену я нашел окей арена есть бар я вижу бар ладно мне нужно в бар пока потом будем осматривать это место пока пока мне нужно в бар смотри сидят сталкеры но сталкером здесь вроде как сталкером вроде здесь как-то как нормально относится до а чё ты с пушкой то ходишь и оружие убрал молодец какой послушный вот и бар ну с взглядем что такое бар схема bm расписание смен правила нормы проходи не задерживайся проходи не задерживайся вроде не задерживайся ну жора ё-моё я пришел поздороваться жорчет журик метрополитен а вот собственно и бар 100 рентген оголошение оголошение можно у тебя потом не хват не хватает тебе сюда нельзя хорош хорош вот я понял краску им интересного этих можно дать взять не всегда есть кое-что интересное а потом подойду так поговорить вот наверно бармен здоровый меченый принес документы с агропрома что у тебя голос такой же как у сидоровича не братья случайно нет может с агропрома еще нет да вот держи документ с агропрома отличная работа меченый наконец документы у нас теперь мне надо в них разобраться может узнаем как пробиться на север кстати если тебе нужны деньги можешь пойти сразиться на арене хозяина арены зовут армия его координаты я тебе скину чё-то все все предлагают вне сразиться на арене но надо будет попробовать вас предлагают предлагают что многое многое про нее разговаривают арния синиров не шварценоги значит так по документам которые ты принес с агропрома кое-что начинает проясняться но данных не хватает упоминается некая лаборатория x18 по описанию похожая на заброшенное подземное помещение темной долине придется тебе туда добыть недостающую информацию лаборатория закрыта и чтобы открыть ее понадобится два электронных ключа один я тебе дам второй заберешь у Борова в темной долине так продолжай что нужно сделать получить второй ключ от лаборатории x18 проникнуть в нее и добыть недостающую часть документа не забудь достать костюм защищающий от радиации без него ты не пройдешь ну что меченый берешься да конечно берусь все отлично буду ждать ждать по поводу задания короче я хотел бы кое-что узнать мне нужна работа кстати у бармена можно работу взять так что тебя интересует что ты знаешь о стрелке насколько мне известно опытный сталкин работал через северные выходы из зоны ну ты его мало кто видел но ходили слухи о том что он со своей группой проходил к самому центру зоны ну это понятно так что ты знаешь про стрелка по прозвищу призрак ну он вроде один из группы стрелка говорят пробраться может куда угодно тихо и незаметно поговаривали что он убил главаря одной двинутой группировки как же ее назвали а вспомнил последний день называлась да дикие ребята были кстати о призраке говорят что он для ученых сейчас какое-то задание выполняет так что если он тебе нужен ищи его на янтаре в мобильной лаборатории ученых так наводочка есть уже да что ты знаешь про сталкера клыка был такой мужик картавил сильно не в себе был сам собой разговаривал а так ничего но я давно уже его в баре не видел окей что такое исполнитель желаний оооо это очень интересный вопрос и хотел бы я знать на него верный ответ могу тебе рассказать только легенду об исполнителе а сколько в ней правда решать тебе ну что будешь слушать ну да конечно интересно эта легенда о монолитиев вполне возможно являющейся причиной возникновения зоны в 2006 году взорвалась зона были приняты меры и население вокруг нее эвакуировали а зону отцепили армейские части никто не знал что происходит кругом паника зона растет полевые лаборатории бессильно куча людей погибло внутри все боятся радиации которая может быть может накрыть пол европы прошло несколько лет появились первые отчаянные парни вроде тебя себя они называли сталкерами они проникли через армейские кордоны веря что в зоне что то есть что то что принесет им богатство потихоньку начали тащить оттуда странные штуки артефакты за которыми мгновенно началась гонка ученые сходили с ума натуральная истерика за один такой образец платили бешеные деньги не то что сейчас ты меня уважаешь продолжай так вот появились первые истории легенды о том что находится внутри зоны возле полуразрушенной аэс тогда один из ветеранов пересказал историю услышанную от одного из местных сталкеров-старожилов о монолите якобы по исполняющим желаниях какая то тут началась истерия сталкеры взбивались в группировке и рвались в центр зоны каждый чего то хотел от монолита появились мрачные подробности о первом сталкере добравшись чем домолита дальше давай дальше еще когда зона только появилась много людей оказались под ее колпаком отрезанными от внешнего мира большинство погибло сразу но остались редкие счастливчики не только выжившие но и пытающиеся что-то предпринять один из выживших оказался возле станции внутри внутри он увидел странное свечение у него не было выбора путь назад был отрезан и он подобрался поближе ему открылась картинка пробитой крыши саркофага из которой вырвалось свечение он забрался по стене и ему открылся внутренний вид среди кучи металлических обломков и обугленных бетонных блинов покоился огромный черный осколок геометрической формы это и был монолит сталкер наконец-то очнулся от странного наваждения и осознал что он забрался буквально в страшно фонивший саркофаг его пробрал дикий страх сквозь который монотонно пробивался зов монолита монолит звал его он сталкер волосы стали дыбом и в голове взрывались странная невероятная картина о монолите круто я не знаю что в этой истории правда что ложь суть в том что он загадал желание и оно исполнилось а зона резко увеличилась на пять километров похоже что за каждое исполненное желание зона съедает нашу землю но это не останавливает таких бравых ребят как ты они продолжают рваться внутрь неся в своих сердцах сокровенные желания бэх прикольно да такое какое-то исполнительное желание спасибо день за днем так есть быть военнослужацу уничтожить бандитов на свалке достать достать глаза плоти на артефакт ломать мясо вот и ладушки вот и хорошо погоди уничтожить бандитов на свалке погоди я же у меня же какой-то это есть дружище у меня же какое-то задание 3 часа осталось защита лагеря это вот это да получается задание ну да а это что генерал воронин а чё за генерал воронин ничё нормалёк так поневоле надежда гадим уничтожить бандитов на свалке я и друганы мои порвемся по поводу задания а вот молодец заслужил награду гравий я получил окей так окей пока задание брать не будем вот не тормози мужик походим посмотрим короче нашу вот эту вот долговскую херень короче короче локацию вот эту посмотрим да ну это уже будет в следующей серии посмотрим что нам отсведомитель может сказать короче будем ходить и изучать попробуем арену вот и ещё что-нибудь интересное посмотрим что там что там за генерал воронин вот этот вот ну а на этом я буду заканчивать кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте подписываемся на инстаграм комментируем и с вами был валерий всем пока га и ну и